всем привет Евгений Матвеев и это мастерская пит-стоп очередные эксперименты на моем канале теперь уже с двигателем от от муравья да как его хоть скутер или мотороллер мотороллер мурубей короче говоря вот такая вот хубалда на минсковский же этот двигатель похож или на какой или на восходовский или он вообще свой свой вот не знаю как по мне конечно на двигатель от минска похож но почему-то мне так кажется я вообще не специалист в этом в общем моя задача а сегодня провернуть тот же самый номер что мы делали с панонией здесь единственное вот чуть не упала что это то что здесь ну не удастся так запросто все это дело сделать потому что здесь все совершенно иначе здесь как ни крути придется прибегнуть к токарным работам но в общем-то сути дело это не меняет мы будем ставить опять же китайское зажигание будем ставить зажигание от 150 кубового мопеда потому что у него здесь отверстие на магните чуть-чуть поболее нам это необходимо очень сильно потому что здесь и вал толстый и так как прицепиться не удастся проблема будет еще здесь установка плиты которая ямаховская которую я обычно в таких случаях люблю ставить ну здесь все совершенно иначе в общем первое с чего начнем это с того что вот эту сердцевину надо будет вырезать отсюда и каким-то образом ну туда в общем-то переточить чтобы поставить вместо основания вот этого магнита вместо этой сердцевины вот эту сердцевину отсюда немножко подробности от которых нельзя отказываться ввиду того что это очень важно в случае если вы соберетесь то же самое делать в общем а вот у нас типичный генератор со 157 мотора двух катушечные в этих двух катушках обмотки высоковольтные от них идет вот этот вот красный провод генератор у нас однофазный потому что у него здесь есть зеленый провод и он приходил здесь на основание прикручивался вот эти две вот эти два провода сквозные на корпус они нигде не прикасаются то есть одна один провод вход другой выход но это не суть важно внутренний диаметр этого статора 29 миллиметров в случае его установки через плиту ямаховской но это как бы самый простой способ нужно будет учитывать это у нас здесь в самом толстом месте коленвал диаметром сейчас скажу сколько 21 миллиметр основание ротора генератора заводского здесь у нас 35 миллиметров то есть на 6 миллиметров у нас отверстие больше не отмерстие диаметр больше чем отверстие статора генератора поэтому нам надо будет уточить на 7 миллиметров диаметре заставить его похудеть вот это основание чтобы он она смогла совершенно спокойно туда уместиться по итогу у нас на стенках останется три с половиной миллиметра здесь и минус глубина шпонки то есть где-то миллиметра полтора два я не думаю что из-за этого у нас в общем то основание разорвется случае сильного прижима к конусу вала так что в принципе в этом ничего страшного нету сейчас мы срежем ротор останется середина надо будет ее отвести к токарю дальше еще по длине вот это вот основание будет очень сильно укорочено потому что если одеть этот ротор на двигатель то можно увидеть насколько далеко он стоит от основания двигателя в нашем случае когда мы поставим плиту со статором генератора она будет находиться приблизительно вот здесь на таком расстоянии и если вы поставите ротор то понятное дело что он будет очень далеко от генератора а это все соответственно работать не будет поэтому наша задача поставить все таким образом, чтобы ротор подъехал аж вот сюда. Кстати говоря, можете себе представить, насколько они разные, в общем-то, в диаметре. И насколько легче, в принципе, двигателю будет с места раскручиваться, потому что у нас здесь центробежная сила уменьшится. Саня сейчас сделает самую высокоточную работу при помощи ручного токарного станка, он же болгарка. Дальше придется ехать к токару и долго-долго ему объяснять, что нам от него надо. Дальше придется ехать к токару. Это все, что нам на данный момент необходимо. Теперь сделать тот же самый вандализм, только с этим ротором. Дальше придется ехать к токару. В отличие от ротора генератора со 139 двигателя, не менее распространенного, нежели 157, этот ротор глубже, поэтому магнитная сила у него больше, соответственно вес у него также больше, поэтому заклепки здесь используются уже стальные, они алюминиевые. На 139 двигателе они алюминиевые, срубить их куда проще. Ну все, теперь наша задача сделать тщательный обмер вот этой вот детали, посмотреть докуда нам ее нужно проточить и сделать ее того диаметра, который у нас имеется здесь. А здесь у нас ни много ни мало 34 мм. Так что по сути утачиваться нам здесь не так уж и много надо с той стороны, где уже непосредственно будет сажаться вот этот ротор на это основание. Следующая порция подробностей, у нас здесь диаметр основания, вот этого вот куда раньше устанавливалась плита, видимо с генератором, диаметром 63,5 мм. Поэтому нам сейчас надо взять вот этот вот лист, ну ввиду того, что ничего другого у нас нету подходящего, это лист 6 мм, обычное железо, черняга. Мы сейчас от него отрежем как раз таки 63,5 мм шириной полосу и потом эту полосу вот таким образом здесь расположим. То есть наша задача сейчас приблизительно длиной, сколько? Длиной, ну 110-120 мм отпилить полосу шириной 63,5 мм. Потом мы сверлим в этой плите 4 отверстия крепежных, потом специальной фрезой вот такого плана, только мы купим большего диаметра вот такая фреза, отверстие под посадку вала, чтобы он туда пролез, и хвост выпустим в эту сторону, поскольку у нас здесь есть такое расширение внутри полости, в этом месте у нас будет стоять индуктивный датчик. Эти отверстия я хотел сначала сделать продолговатыми, потом передумал. У нас плита будет неподвижная, а вот на языке плиты мы сделаем два продолговатых отверстия для того, чтобы регулировать индуктивный датчик раньше-позже, потому что мы, боюсь, сразу не сможем угадать идеальное опережение зажигания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел было показать вам, как это все выглядит в разобранном состоянии, но гребанная батарейка на камере сдохла. В общем, сейчас буду пытаться на пальцах объяснить, какой здесь лютый трах это все разбирать и собирать. Все, кто знаком с муравьевским мотором, знают, что здесь стоит специальная такая платформа, и она же, в общем-то, является там герметизирующей плитой, которая закрывает картер от атмосферы. И на ней было там четыре отверстия для чего-то. Учитывая то, что здесь изначально еще стоит плюс ко всему индуктивный, ну, то есть не индуктивный, а диностартер, целая куча всякой требухи, все, в общем, это было заблаговременно выкинуто. И на вот ту платформу через четыре болта я просто прикрепил 5-миллиметровую пластину металла. На ней сделал два пропила для индуктивного датчика и через специальные проставки поставил статор генератора. Самое сложное было это поставить ротор сюда, из-за того, что здесь я не изготавливал нового конуса, новой посадки для ротора. Я использовал старого ротора генератора. Из-за того, что тело у него очень толстое, мне очень сложно было уместить ротор достаточно близко к генератору, то есть к статору, чтобы вращающаяся часть не терла об статор генератора. Пришлось сделать проточку на станине, про которую я говорил, алюминиевая, посадить ее на 5 мм глубже, сточить ее на станке, чтобы ротор убрался, скажем так, глубже в двигатель. И пришлось еще тут из-за своих косяков, из-за своей попытки быстро сделать, спиливать выступ модулятор и переносить его чуть-чуть вправо. Но это уже не суть. Это никакой существенной важности не несет. В общем, достаточно тяжело, в отличие от панони, было все это запихнуть сюда, чтобы оно все компактно поместилось. Но благодаря тому, что здесь есть достаточно места, здесь есть все-таки куда покрутить. Индуктивный датчик я поставил японский, поскольку здесь еще очень важно, какая полярность у индуктивного датчика, поскольку все коммутаторы руководствуются сигналом по восходящей экспоненте. Когда выступ модулятор подошел вверх, кривая на осциллографе пошла вверх. То есть по восходящей вот этой вот кривой происходит искрообразование, а не по ниспадающей, когда уже выступ модулятор прошел через индуктивный датчик. На китайских индуктивных датчиках там полярность обратная, и из-за этого всегда получается позднее зажигание. Поэтому я поставил японский, он выполнен чуть-чуть поточнее, и сигнал дает получше. Изначально выступ модулятор я приварил длинный для того, чтобы в случае попытки пуска мотора в обратную сторону, он, конечно же, не завелся. Это очень часто используют на таких двигателях, как Хонда, на некоторых Сузуках используется именно длинный выступ модулятор. Как раз таки для того, чтобы когда будет ротор вращаться в обратную сторону, зажигание относительно его вращения будет слишком раннее. Короче говоря, вот так вот все это запихнул. А здесь вот у меня висит китайский коммутатор. Опять же, японская катушка. И сейчас, в общем-то, можете посмотреть, как это все работает. Работает пока не сильно слаженно, потому что карбюратор этот настроен как попало. У нас еще нету фильтра. У нас нету нормального троса, все болтается. У нас нету привода на клапан обогащения холодного пуска. Короче, много чего нет. Еще надо вентилятор приколхозить. Но самое главное, что оно заводится. Заводится и очень даже таки бодро крутится, несмотря на переобогащенную смесь. Еще офигенная прелесть этого двигателя, что у него ротор вращается против хода движения. И его, во-первых, нереально закрепить по-человечески куда-либо, только за нижнее ухо двигателя. Оно такое бесформенное, что прицепить его, блин, без каких-то кронштейнов просто нереально. Пытаться крутить за ротор, он раскручивает гайку. Из-за того, что большой горшок и, в общем-то, компрессия достаточно сильная. Откручивается здесь гайка. Здесь гайка с левой резьбой. И поэтому каждый раз после запуска приходится ее притягивать к пневмону, чтобы хотя бы на чуть-чуть ее хватило. Заводим через четвертую передачу, потому что за рычаг его завести тоже нереально, потому что мы его вырываем из тисков. Короче, довозились с этим мотором? Просто капец. Продолжение следует... Продолжение следует... Я не думаю, что в штатной ситуации придется его до таких оборотов крутить, но просто нужно было показать, что на оборотах эта хренотень работает. Вообще достаточно страшно находиться возле этой гадости рядом, потому что ведет она себя крайне неадекватно, закреплена она просто никак. Но самое главное, что результат достигнут. И, пожалуй, это последняя моя попытка что-либо на совкоцикл поставить. Так что я надеюсь, это было полезно вам, если было полезно. Потому как, опять же, не было возможности показать вам доподлинно, что и как было поставлено. Но то, что это работает с японским или с китайским электронным зажиганием, как видите, без проблем. Поэтому у меня на сегодня все. С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская «Питстоп». Подписывайтесь, доценивайте и больше не просите меня что-либо подобное сделать. Всем привет из Солнечного Крыма. Подписывайтесь, доценивайте. Подписывайтесь, доценивайте.